А теперь я хотела бы, чтобы вы задумались и посмотрели на наш сегодняшний день. Посмотрите, все средства массовой информации, все без исключения, вам внесут одну и ту же информацию, что секс — это нормально. Занимайтесь, детки, сексом, как хотите, когда хотите, с кем хотите, неважно. Были бы средства индивидуальной защиты. Но посмотрите, ни один видеоклип с полуобнажёнными натурами, ни один видеофильм с эротическим уклоном, ни одна газета, ни один журнал с полуобнажёнными натурами нигде не проходит красной строкой, что секс без любви человека разрушает. Как вы думаете, почему вам об этом никто ничего не говорит? Сексуальная революция в нашей стране не так уж и давно, около 10 лет. Но результаты у нас катастрофические. Посмотрите, какая у нас сейчас самая активная мужская реклама по телевизору. Это реклама пива, водки и таблеток для поднятия мужской потенции. Молодой мужчина в возрасте 35 лет рекламирует средства для поднятия потенции. Откуда такие проблемы в столь раннем возрасте? Женские болезни сейчас помолодели до такой степени, что в возрасте 20-25 лет девчонки болеют болезнями, которыми раньше женщины болели после 70-ти. Задумывайтесь, что происходит. Когда стали изучать эту сексуальную революцию, оказалось очень интересный момент. Оказалось, что на эту сексуальную революцию реагируют люди только определенного возраста. После 35-40 лет на эту сексуальную революцию взрослые люди не реагируют никак. У них уже есть опыт, они умеют отсеивать информацию. На нее реагируют в основном подростки в возрасте с 14 до 21 года и молодые люди с 21 до 28 лет. Когда стали изучать, а что же такого интересного в этом возрасте, почему именно этот возраст так подвержен воздействию сексуальной революции, оказались очень интересные факты. Оказывается, у подростков, а вы знаете, что подростковый возраст называется еще и трудным возрастом. Родители готовятся к этому возрасту, когда дети подрастают. Педагоги готовят специальную методику, чтобы сладить с подростками. Так вот, в этом возрасте впервые для подростков пробуждается впервые в жизни в их полный спектр всех чувств и эмоций, которые человеку дам для всей его жизни. В этом возрасте пробуждаются и хорошие чувства, и плохие. Подростки становятся неуправляемые. Они начинают смотреть на этот мир сквозь призму эмоций. Эмоциональные стихии бушуют, они становятся очень бурными. Они то хохочут, их восстановить невозможно, то не в горе, все, конец света наступает. Но среди всего этого спектра чувств сексуальная энергия тоже пробуждается, но она самая сильная. Если в этом возрасте внимание подростка обратить на секс под любым предлогом, неважно каким, то ли это борьба со спидом, то ли с венерическим заболеванием, неважно, то вполне естественно для своего возраста он начнёт этим интересоваться. Это очень любознательный возраст. Они пытаются эту жизнь попробовать своими чувствами и эмоциями. Но если подростки начали интересоваться, что такое секс, кто-нибудь из них да захочет попробовать, и что это такое, и начнут вступать в половой контакт. Но в этом возрасте секс у подростка однозначно без любви. Любви в этом возрасте ещё нет, она только начинает формироваться. И сформировывается она уже позже, туда, к 25-28 годам. Любовь становится более-менее устойчивое чувство и осознаваемое реальное. После 21, с 21 до 28 лет подростки переходят в молодой возраст. Молодость характеризуется тем, что эмоциональные стихии немного притушиваются тем, что пробуждается ментальное тело. Ментальное тело — это тело мыслей. Ментальное тело — это тело.